Привет, друзья! С вами снова я, Илья Пономаренко. Я продолжаю серию видео про книжный бизнес на Амазоне в Германии. И в этом видео хочу вам показать отрезок из, по-моему, самого первого обучающего занятия в моей программе по запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии, где я рассказываю о том, как правильно ставить финансовые цели в рамках книжного бизнеса на Амазоне в Германии. То есть как просчитать, сколько нужно выпустить книг, чтобы прийти к желанному пассивному доходу, то есть к тем суммам, которые вы хотите получить. И вот кому интересно, можете посмотреть это видео и дальше, если возникнуть... Я иду около дороги, тут шумно немножко, машины ездят везде. В общем, если кому интересно будет, то потом можете со мной связаться и дальше посмотрим, чем мы можем быть друг другу полезны. Давай поставим сначала цель, к которой мы будем стремиться, к которой ты будешь стремиться, проходя этот курс. Еще раз повторюсь, это очень важно. Во-первых, это важно для мотивации. Во-вторых, это важно для понимания вообще, что, для чего и сколько, в каком масштабе, в каком объеме делать. И в-третьих, это важно для понимания общих расходов, которые тебя будут ожидать в будущем. Подумай сейчас, на какую сумму ты хочешь выйти по деньгам через книжный бизнес на Амазоне, чтобы она приходила у тебя пассивно. И давай только без заоблачных сумм, типа там миллиард евро, да. Давай смотреть на вещи реально. Вот если ты сейчас зарабатываешь, к примеру, там полторы-две тысячи евро на работе своей, там, да, или у тебя доход, скажем, полторы-две тысячи евро, давай ставить реальную цель и будем исходить из того, что первая твоя цель будет выйти на тот доход, который ты зарабатываешь сейчас, там, работая на работе, к примеру. То есть, чтобы ты ровно столько же денег начал зарабатывать только на книжках. Ну, давай, предположим, просто ты имеешь netto две тысячи евро. То есть, твоя цель по книжкам выйти на две тысячи евро. Это у нас цель. Теперь, смотри, средняя книжка в среднем приносит где-то от двух с половиной до трех с половиной до четырех евро прибыли с каждой продажи. Это Ташенбух и электронная книга где-то оэро 70 с чем-то, оэро 70 с копейками приносит электронная книга. Поскольку я учу в этом курсе делать упор именно на печатные книги, на Ташенбухи, то твоя основная прибыль будет идти именно от них, из Ташенбухов. И где-то процентов, наверное, 15-20 от общего дохода от книжного бизнеса у тебя будет идти через электронные книги. Но упор мы делаем на печатные книги. Итак, печатные книги в среднем приносят где-то от двух с половиной до трех с половиной четырех евро с продажи каждой книги. Давай возьмем просто три евро. Это дуршнит, это среднее число. Понятно, что там за одну книжку может быть больше, за какую-то меньше. Неважно. Мы возьмем в среднем. Три евро у нас с продажи. Проштюк. Три евро у нас прибыли с одной книги. И теперь давай посчитаем, сколько нам нужно делать продаж в месяц, чтобы выйти на две тысячи евро. Итак, чтобы нам выйти на две тысячи евро в месяц, при условии, что с одной книжки, с одной продажи мы в среднем имеем около трех евро, нам нужно делать в месяц, где-то 667 продаж в месяц. Это кажется очень большим числом, но, поверь мне, Amazon – это очень большая площадка, и там каждый день кто-то что-то ищет, кто-то что-то покупает, и поэтому выйти на эту сумму несложно. Тем более, если сделать все правильно, оптимизировать правильно книжку, качественную книжку выпустить, то выйти на эту сумму довольно-таки несложно. Теперь давай посчитаем, это у нас получается в месяц, теперь давай посчитаем, сколько нам нужно делать продаж в день, продаж в день, чтобы выйти на две тысячи евро в месяц. Итак, это в монот, протаг, будем считать, поделим просто 667 на 30, и это у нас получается 23, 23 сейлс протаг. То есть, нам нужно в день делать 23 продажи. Теперь как-то попроще, да, теперь уже более понятней, да. И смотри, если 23 продажи в день, это что означает? Что при самом худшем раскладе тебе нужно выпустить 23 книги, каждый из которых будет продаваться один раз в день. Это очень реально. То есть, плохой расклад, как бы, черный возьмем, да, bad, я пишу по-английски или по-невецки, мне это просто проще, но я думаю, ты понимаешь. Так, bad – это плохо. По-английски это плохо. Тебе нужно выпустить 23 книги. Чтобы продавать, чтобы делать 23 продажи в день, тебе нужно выпустить 23 книги. Это в самом худшем варианте. Понятно, что какие-то книги будут в итоге продаваться больше, какие-то будут меньше, но в среднем тебе нужно будет выпустить 23 книги, чтобы делать 23 продажи. Это при плохом варианте. При хорошем варианте – nice – это хорошо. При хорошем варианте тебе нужно будет около 15 книг, чтобы выйти на 2000. Опять-таки, это все примерно зависит от ниши, от выбранных ключевых слов, от обложки, от того, как качественно ты проработаешь книжный бизнес на Амазоне в Германии, как ты качественно проработаешь этот курс. Я опять-таки повторюсь, я не хочу, чтобы ты питал каких-то ложных иллюзий, чтобы ты питал каких-то сказочных надежд, что вот ты сразу сейчас выпустишь книгу, она тебя сразу выстрелит, и ты станешь супер-мега богатым. Это может быть, но это как бы не должно быть, да, как говорят немцы. Скорее всего, первые твои 2-3 книги, даже при прохождении этого курса, будут приносить тебе не очень хорошо достаточно денег. Почему просто-напросто тебе нужно набить твою руку, тебе нужно набить твой глаз, тебе нужно набрать опыта, да? Ты же когда, допустим, учишься боксу, к примеру, да, там, боевым искусством, ты долгое время тренируешься, тренируешься, это вот как про прохождение моего курса, да, тренируешься, потом ты выходишь на спарринг, да, делаешь спарринг, и ты вроде как уже знаешь, вроде как ты хорошо отренированный, но потом бац, ты один удар пропустил, бац, второй удар пропустил, потом бац, тебя вообще в нокаут отправили. Почему? Потому что тебе нужно набрать опыт, тебе нужно набрать, если мы говорим про боевые искусства, опыт в реальных спаррингах, в реальных боях, а здесь тебе нужно набрать опыт в реальном выпуске и продаже книг. Поэтому, скорее всего, даже вот здесь из 23 книг у тебя где-то будет погрешность на 5-10%, что из этих книг у тебя будут, скорее всего, неприбыльными, нерентабельными. Даже если ты все сделаешь правильно, есть такой шанс. Поэтому реалистично смотрим на вещи, мы не ставим сказочных каких-то там целей и мечт. Просто реально смотрим на вещи, качественно прорабатываем курс, если что непонятно, задаем вопросы. Если ты у меня в групповом коучинге или в коучинге один на один, то мы лично сможем пообщаться и проработать твои затыки, проблемы. Если же ты проходишь курс просто в записи, ты выбрал самый дешевый вариант, окей, тогда ты как бы сам по себе получается. Но имей в виду, что процентов 10 погрешность, то есть процентов 10 из книг, которые ты будешь выпускать, они не будут выстреливать, они будут убыточными. Как и в любом бизнесе, сдержки здесь тоже есть. И вот такая реальная цель у тебя, то есть выйти на доход через книжный бизнес, который будет равен твоей зарплате. Если 2000 тебе подходит отлично, ты знаешь, что тебе нужно выпустить 23 книги. Плюс, если еще 10% написать погрешность, плюс 10% погрешность, то есть в идеале тебе нужно выпустить тогда, ну скажем, около 30... 28 пускай будет. Примерно так. Тебе нужно выпустить 28 книг. 10% из них будут убыточными, скорее всего. Ну и около 23 книг, плюс-минус одна книга, помогут тебе выйти при самом худшем варианте на 2000. При самом лучшем варианте здесь точно так же. 10% погрешность берем. Около 20 книг, я бы так сказал, тебе нужно будет выпустить при хорошем варианте, чтобы уж так наверняка, чтобы выйти на 2000 евро. Я надеюсь, это понятно. То есть, пожалуйста, сядь сейчас, останови это видео или досмотри его до конца и сделай это упражнение потом. сядь, возьми листик бумаги или можешь в Word делать на компьютере, как тебе угодно, и пропиши свою финансовую цель. Финансовая цель. Мы не ограничиваем по времени. Я не люблю этих ограничений, потому что тогда ты начинаешь вгонять себя в стресс и переживать и нервничать. Мы идем спокойненько, не торопясь. Я понимаю, что большинство из тех, кто проходит мой курс, у них работа, у них семья, и тут еще этот курс, и времени очень мало успевать, и поэтому двигайтесь в том ритме, и как вам удобно. Наша задача поставить конкретную цель. Вот у нас теперь, допустим, в этом примере есть конкретно. Мы знаем, что мы хотим выйти на 2000 евро в месяц. Соответственно, при условии, что у нас в средний чек 3 евро с продажи каждой книги, нам нужно делать 667 продаж в месяц или же 23 продажи в день. Для того, чтобы сделать 23 продажи в день, нам в худшем случае понадобится 28 книг, в нормальном случае, в хорошем случае, нам понадобится 18-19 книг, если мы здесь будем учитывать погрешность 10%. Вот это выпиши, пожалуйста, просчитай у себя на бумажке, чтобы у тебя было перед глазами. Окей? Значит, мне нужно сделать столько-то, столько-то. Дальше все дело техники. И дальше ты просто проходишь курс, набиваешь руку, набиваешь глаз, набираешься опыта. И выпускаешь книгу за книгой, книгу за книгой. Пожалуйста, не прекращай, не сдавайся. Трудности будут, по-любому будут. Все, и вопросы решаемы. Не проблема. Но не бросай эту модель, не бросай этот вид бизнеса, пока ты не выпустишь то количество книг, которые ты себе поставил в цели. Вот как выпустишь такое количество книг, качественных, хороших книг, но об этом мы будем говорить дальше в видеоуроках. Если это количество книг тебе не принесет, не приведет тебя к желаемой цели, хотя бы, ну, близко к ней, скажем так, тогда ты можешь уже подумать, окей, может быть, это не для меня. Но до тех пор ни в коем случае нельзя бросать, нельзя сдаваться, пока ты не выпустишь столько книг, сколько ты себе поставил как цель. Это очень важный момент. Сдаваться – это самые легкие способы, самый простой путь, чтобы найти, можно кучу ошибок, чтобы найти кучу оправданий. У меня нет времени, жена, семья – это все отмазки, чтобы что-то не делать. Я перепробовал на своем опыте более 20 различных моделей по заработку в Германии денег через интернет. Большинство из этих моделей оказались убыточными. И вот представь себе, что бы было бы, если бы я бросил через, скажем, второй, через третий, через пятую модель, которые у меня были провальные, которые у меня не вышли, что бы было тогда, если бы я все это дело бросил? Наверное, я бы сейчас занимался непонятно чем, человек, который не сильно доволен своей жизнью, потому что у него не удалось. И вот хотел бы всем и про это рассказывал, что все фигня, что это тяжело все очень, что это нереально и так далее и тому подобное. Это простой способ, но намного сложнее оставаться, как сказать, оставаться в бою, дальше бороться, дальше пробивать, дальше действовать, пока не получится. Вот это качество отличает успешных людей от неуспешных, когда ты постоянно долбишь, постоянно борешься, не сдаешься, добиваешься своего, и в итоге ты выигрываешь. А потом все тебе говорят, а, ему повезло, а, у него это просто получилось, ему все легко досталось. Но эти ребята просто не знают, сколько стоило это трудов, времени, сил, пота, крови, может быть, не знаю. Поэтому, если ты хочешь, не уверен в себе, или ты уже знаешь издарание, что ты сдашься, лучше даже не начинай. Сюда нужно заходить в эту бизнес-модель и вообще, в принципе, в любой бизнес открывать только с одной установкой. Я буду долбать, пока не получится. Вот и все. Весь секрет успеха. Мы боремся, пока у нас не начинает получаться. Вот и все. Поэтому, пожалуйста, садись, выполняй задание, просчитывай, ставь себе финансовую цель, просчитай, сколько тебе нужно книг, в худшем случае и в нормальном случае, в хорошем случае, чтобы выйти на ту денежную цель, которую ты себе поставил. И после того, как ты это сделаешь, тогда переходи уже к первому модулю и начинай проходить этот курс. На этом спасибо тебе большое и мы с тобой увидимся в следующем уроке. Пока. Отлично. Итак, вы посмотрели сейчас, как там самолет летит, и вы посмотрели сейчас, как ставить финансы, правильно ставить финансовые цели по книжному бизнесу на Амазоне в Германии. Кому интересно узнать подробнее, побольше, то в описании под этим видео вы найдете дальше полезные ссылочки, например, на мою обучающую программу по запуску книжного бизнеса на Амазоне в Германии за 90 дней. Все подробности, что к чему и как, из чего состоит программа, просто нажимайте на ссылочку под этим видео и там найдете всю подробную информацию о том, что, где, как, когда. Кому нужна бесплатная, бесплатная стратегическая консультация по созданию пассивного дохода в Германии через интернет, также ссылочка в описании под этим видео. Условия проведения консультации все найдете на страничке, если кликните по ссылочке. И кому просто интересно узнать, подробно, пошагово, как вообще, что это работает, и при этом, если вы не хотите со мной вживую общаться, то для таких людей я написал книгу, которая называется «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Ссылочка на книжку также в описании под этим видео. И в этой книжке я описываю подробно, пошагово четыре способа, конкретных четыре способа, которые у меня сработали, которые можно делать параллельно с работой, как я создал, создавал свои пассивные источники дохода в Германии через интернет. Дальше я там расписал подробно также два способа пассивного умножения денег через силу сложного процента. То есть, когда вы создали несколько источников пассивного дохода, вам потекли денежки. Что с этими денежками делать? Половину денег мы берем и вкладываем в такие штуки, например, как ETFs, акции, P2P кредиты, к примеру, и деньги начинают сами себя размножать. P2P кредиты, например, могут до 15% годовых приносить. То есть, по сути, вы из денег делаете еще больше денег. И вот как это все работает, как это все создать, все подробно я расписал в своей книге «5 шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Ссылочка на книжку в описании под этим видео. на книжку действует на данный момент, на момент снятия этого видео акция. Идет рабат, скидка, но как долго я буду держать эту скидку, я не знаю. То есть, может быть, завтра уберу, может быть, послезавтра. Может быть, когда ты уже смотришь это видео, это вообще скидки уже больше не будет. Поэтому, кому актуально, кому интересно, рекомендую не думать, да, не тормозить, а вот прям брать, покупать, читать, внедрять и получать результат. Там нет воды, там нет теории такой большой, там только практика. Моя личная практика, мой личный опыт, как я себе создавал пассивные источники дохода. Отзывы о книжке также можете прочитать на сайте, где книжка стоит. В общем, все там есть. Кликайте просто по ссылочке, читайте, смотрите, кому интересно, кому надо, покупайте, внедряйте, и будет вам счастье. На этом спасибо всем за внимание. Если видео понравилось, забывайте ставить лайк и делитесь этим видео со своими друзьями. Ну и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока. Тебе понравилось это видео и оно было для тебя полезным? Тогда не поленись, пожалуйста, и поставь ему лайк. Поделись этим видео со своими друзьями и подпишись на мой канал. Не забудь нажать при этом колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные и полезные для тебя видео. Все ссылки, а также дополнительную информацию к этому видео ты найдешь прямо в описании под этим видео. Так что, если тебе тема интересна, то просто загляни в описание под этим видео и там ты найдешь дополнительную полезную для тебя информацию. Кстати, а хочешь я тебе помогу создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научу тебя лично зарабатывать деньги в Германии через интернет? Просто посмотри, что говорят другие люди, которые уже прошли через мою бесплатную стратегическую консультацию или прочли мою книгу «Пять шагов к созданию пассивного дохода в Германии с нуля». Почему бы и нет? Подумал я. Я очень рада, что существуют такие авторы, как Илья Пономаренко, который мотивирует людей. Просто потрясающе. Илья не просто рассказывает про то, что вы можете сделать, а вот как мне очень нравится, он проводит прям пошагово, прям по пунктам. Как вы можете очень простыми способами заработать пассивно? Вкладывает в голову правильные мысли насчет дохода, насчет того, что действительно нужно шевелиться и как это сделать так, что один раз напряжешься, постараешься, создашь свою систему, а потом ты просто с нее получаешь денежку. Оттуда 5 евро, оттуда 60, оттуда 100, а в итоге сумма получается с тремя нулями. Я написала ему еще и лично, и он в своей консультации очень подробно мне рассказал даже про какие-то финансовые аспекты, сколько это будет стоить, рассказал какую-то дополнительную информацию. И именно, знаете, не то, что общее, да, а то, что вот у меня был вопрос, а вот этот момент нужно сделать так или так? Он говорит, лучше вот так, потому-то, потому-то, потому-то. Ведь сегодня так просто. Каждый из вас может сделать бизнес. Вы делаете это один раз и потом вам идет пассивный заработок на ваш счет в банке. И это просто супер. Мой мозг закипел. Не тратишь так много времени. Один раз состав и затем, так сказать, пожираешь плоды. Другие специалисты в этом плане с вас попросят в десятки раз больше. Огромное спасибо Илье за его чуткость, понимание. Огромное спасибо за эту коуч-сессию. Я хочу сказать, что это была одна из лучших коуч-сессий, которые я проходила. Что бы я хотела наверное резюмировать. Если у вас есть какие-то идеи, но вы не знаете как их реализовать, именно теряясь в большом потоке информации и не понимая конкретики собственных действий, чтобы прийти от вашего желания до конечного пункта, почитайте, пообщайтесь с Ильей, реально поможет. Очень советую. То, что ты для меня сделал. Огромная благодарность. Еще раз. Удачи тебе и спасибо. Спасибо, Илья. Спасибо. Рекомендую вам, Илью, чтобы вы достигли своих результатов и были эффективными. Ну что, хочешь сам попробовать? Если да, тогда под этим видео ты найдешь ссылочку, перейдя по которой ты можешь получить всю дальнейшую информацию о том, как я лично могу тебе помочь создать твой пассивный доход в Германии через интернет или научить тебя зарабатывать деньги в Германии через интернет. Спасибо за твое внимание. С тобой был Илья Пономаренко. Мой сайт ильяпономаренко.com Я желаю тебе классного, суперского, прибыльного и солнечного дня. Увидимся с тобой в следующем видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok